Затем Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Хочу вас спросить, знаете ли вы, кто такие заклинатели-змеи индийские факиры? Наверное, многие из вас слышали о них или видели на картинках. Обычно таких факиров изображают сидящими около корзины и играющими на флейте, какой-нибудь кобре, которая, поднявшись, смотрит на факира. Вы спросите, к чему я вам все это рассказываю? Ответ на этот вопрос даст история, которую я и хочу сейчас предложить вашему вниманию. Итак, жил-был один король. Был он всем слугом господин. Правда, слуга у него был один. Добрый и верный, да к труду привычный. Одним словом, слуга отличный. И вот однажды... Вперед, вперед! Нас битва ждет! Сдавайся, враг! Король идет, ну куда же она подевалась? Ну я же помню, она была тут, а! Я знаю, кто ее взял. Так, один, два, три, четыре. И немного мелочи. Хм, неплохой остаток. Признавайся, куда ты ее дел? Ваше величество? Хм, простите, но хотелось бы знать, о каком предмете у нас с вами сейчас начинается беседа. Хм, 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 я спрашиваю, куда ты ее дел? Да что дел, ваше величество? Да шляпу! Мою любимую шляпу, в которой я выгляжу особенно благородно. Я уже везде ее искал, нигде нет. Ясно. Я так понимаю, речь идет вот об этом экземпляре. О, надо же, кто бы мог подумать, а! Кстати, я вижу, у тебя есть немного мелочи. Мне бы она очень пригодилась. Неудобно как-то каждый раз идти на всякие уловки, чтобы попасть в Шапито. Вы опять идете в этот бродячий цирк? Ой, ну, еще, ваше величество, ну, ваше величество! Очень рад вас видеть, но я уже собирался уходить. Ну что ж, очень кстати, у меня к тебе важное дело. Всегда к вашим услугам. А вы опять в цирк? Да, но теперь у меня есть серьезные намерения. Интересно, хотелось бы знать, какие. Я решил стать циркачем. Ну, ваше величество, ну, на прошлой неделе вы хотели быть ученым-химиком. А теперь циркачем. А, клоуном? Да какая разница кем? Главное, серьезные намерения. Ваше величество, а вам не кажутся ваши серьезные намерения слишком легкомысленными? Почему? Да потому что прежде чем принять столь судьбоносное решение, нужно глубоко изучить суть вопроса. Посмотреть книги, почитать учебники по цирковому искусству, ну и так далее, и тому подобное. Дельное замечание! Вечно вы все усложняете! Я решил, и точка! Ну, надеюсь, это не приведет к печальным последствиям. Ох, не уверен. Ну, я пошел. Счастливого вам времяпрепровождения. А где? Удивительная легкомысленность. О, это не единственное достоинство его величества. Ну, а теперь займемся делом. А, вот тут у меня подробное описание всех сортов кукурузы. Я хочу выработать новую стратегию засева полей. Очень интересно. Ну-ка. Общий урожай этого сорта получается... Оп! Бля! А вы уже вернулись! Да! И я готов сообщить вам радостную новость. Чем же вы хотите нас порадовать? Я выбрал свою будущую профессию. Интересно. И она связана вот с этим. Да. Но эта корзина не самая важная. Вот, посмотрите на челму. М? На эту дудку гляньте. Ой! Ага! Вы все-таки решили стать клоуном! Точно! Нет. Я решил стать фахиром. Это он мне помог. Помог, помог. Вы шутите? Нет. А что тут такого? Сидишь, дуешь в дудку. Оттуда змея. Королевская кобра. Что? Кобра, кобра. Да, да. Появляется и начинает танцевать. Аплодисменты, цветы. Дело-то расплюнуть. Кстати, мы ему должны четыре монеты. Четырли, четырли. Ваше Величество. Да ничего, ничего. Завтра я уже буду зарабатывать в десять раз больше. Как скажете. Давай, давай. Вот так вот. Четырли. Четырли, четырли. Мы разорены. Раз, два, три. Ваше Величество. А вы уверены, что сможете с этим справиться? А да, кстати, меня это тоже очень интересует. Да. Ведь кобры это ядовитые твари. Один укус и... Да что уж вы их так боитесь-то, а? Это ж наверняка какие-то специальные кобры. Безопасные. Их выращивают такими, понимаете? Выращивают для того, чтобы дрессировать. Это ж цирк. Это ж флокус. Это ж все не по-настоящему. Понарошку, понимаете? Ути-ути-ути. Сейчас у меня потанцуешь, да? Потанцуешь? Ну, ваше Величество, вы уверены? Конечно, уверен. Можете у него спросить. Сейчас я вам на дудочке поиграю. Уважаемый, да четырли, четырли там. Эээ, скажите мне, эти кобры ядовитые или нет? Очень хорошо ядовитые, не сомневайтесь. Самые ядовитые, самые дикие. Что он там сказал? Он сказал, что это самые настоящие ядовитые кобры, ваше Величество. Самые настоящие кобры, а самые опасные кобры. Ну, помощь. Мама. Забери это. Моя не хочет забирать, моя не хочет назад деньги. Моя очень нужна деньга. Твоя может, деньги оставить себе, а это забрать? Ой, вы очень добрый господин, вы добрый сагиб. Вы огромное спасибо, огромное спасибо, огромное. Ваше Величество, потихонечку. Ваше Величество. Ваше Величество. Вот так, ваша. Вот так. Какой ужас. Да не то слово. Мы все могли погибнуть. Помните, как вы это легкомысленным? Ути, 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 ути. Помню. Ваше Величество. Что же? Ваше Величество. Все-таки легкомысленность приводит к большим неприятностям. Согласен. Вот такая история, дорогие мои. Нет, хорошо, что все так закончилось. Ведь могло-то быть намного хуже. И нельзя не согласиться со слугой. Легкомысленность – опасная штука. Быть легкомысленным – это значит всерьез ни о чем не задумываться. Как говорится, где легкомысленность, там неразумность. То есть глупость. Впрочем, уверен, что вы все поняли и никогда не будете предаваться этой самой легкомысленности. До новых встреч, друзья. Ангела вам всем, хранителя, мои хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok